теперь давайте посмотрим дашборд как я уже говорил куба спрей по умолчанию поставил дашборд значит напомню вам что у нас есть кластер инфо да где мы можем получить уру еще раз сделаем так вот что было видно на уру по которому их дашборду можем подключиться но для того чтобы к нему подключиться мы должны завести в системе пользователя с правами которого мы будем к этому дашборду подключаться потому что если мы дашборд просто выставим на сторону и без логина пароля туда кто-то сможет логиниться он может нам порушить все что можно потому что там есть возможность влиять на работу пластера значит что мы с вами сделаем что мы с вами сделаем значит мы заведем с вами создадим ветер мы работаем при помощи куб с телу до кому-то летком на строки мы создаем сервис аккаунт под названием даже борт в 1 миспейс дефолт сервис аккаунт создан я просто чтобы не писать длинные вот эти строки заранее написал и копируем дальше мы делаем кластер роли биндинг под названием дашборд админ в namespace дефолт хотя вообще там можно не спал бы не указывать по идее ну ладно значит мы говорим что мы присылаем роль кластер админ кластер админ это очень но то типа рут в линуксе да и на сервис аккаунт да вот на этот сервис аккаунт даже борт на спейси дефолт дашборд мы это дело присваиваем отлично вот это две вещи мы сделали следующее что мы должны получить мы должны получить токен по которым будем логиниться токи на такой набор в нашем случае мы будем видеть некий набор символов здесь достаточно более сложная команда значит смотрите давайте я ее разобью на части так где у нас тут начнем на соседи частей значит что мы здесь получаем мы здесь получаем у сервиса аккаунта дашборд его секрет то есть токен секрет имя секрета где хранится токи это у нас выполняется как отдельный процесс видите да то бишь грубо говоря вот эта часть вот эта часть она выполняется как отдельная команда если вспоминаете linux да доллар открывающая круглую скобку закрывающая круглую скобку это выполнить команду и то что она выдаст на стандартный вывод поставить в это место в данном случае на строке то есть нашим данным случае командной строке мы подставляем имя токена то есть имя секрета вот это извиняюсь и дальше мы говорим взять секрет из этого секрета выбрать дату дело в том что мы получим джейсон в нашем случае до джейсон пав выбрать токен а дальше мы этот токен он зашел он закодирован 64 мы передаем по конвейеру стандартно на 64 говорим декод мол декодирую его результате мы получаем вот такую вот оброшу абракадабру которую можно скопировать куда-нибудь к себе я тут небольшой склерозничек есть типа текстовых файликов чтобы каждый раз тут каждый раз от токен вот видите пактен и дать xfl не искать вот здесь да при помощи этой команды я его себе просто по клейбордом сделаю ну а дальше нам потребуется дальше нам потребуется браузер сейчас я его тут настрою под наше окно не получается так настраиваю чтобы он попадал соответственно в браузере нам нужно будет ввести данный урок ясно что мы должны иметь доступ к этой сети вот это где находится доступ к этому нашему api это еще теперь htp там сертификат левый пока сертификатами водится возиться не будем пока примем риск и продолжим значит есть возможность копью кубы конфиг файлу делать отдельная история потом посмотрим его и возможно аутентификация потоке сейчас я только себе ли борт скопирую здесь мы вводим токен нажимаем сигнгин и опа опа на ошибка ну и нормально и как не нормально я эту ошибку знаю я просто вам ее показываю значит все-таки open-source все-таки есть некие проблемы давайте эти проблемы решим проблема заключается в том что дашборд который уйдет у нас в комплекте в той версии кубес проекторы ставят дашборд он битый он не будет так работать через вот этот токен что нужно сделать давайте постепенно разбираться и так напоминаю вам что конфигурационные файлы находятся в директории t.c.c kubernetus значит ну и у нас есть еще утилита qstl при помощи мы при помощи которой мы можем копаться в нашей системе значит что мы должны посмотреть у нас есть кубернатор dashboard это под нам нужно посмотреть допустим как у нас деплоился деплоился он у нас через deployment то бишь видите даже порт в принципе можно открыть этот deployment прямо здесь в формате яму о это каком формате выводите что я сказал я хочу из куба систем получить вот эту сущность и получить информацию в виде яму файла но дело в том что в кубере используется в основном яму файлы для deployment и прочие вещи для управления ну в основном да и вот собственно говоря этот яму мы можем получить и получить отсюда все необходимую информацию он достаточно большой и нас интересует вот эта часть вот эта часть и так спик контейнер под контейнер контейнер имидж то есть мы видим что у нас сейчас используется к юбернет дашборд версия 1 10 1 и я четко знаю что он биты этот даже порт собственно говоря я показал вам как при помощи куба стел получить да вот эту вещь но на самом деле можно было бы обратиться опять же файлам директории это цикл бронетас прийти пожалуйста внимание здесь куча яму файлов если мы с вами заглянем какой-то ям файл в данном случае нас не рисует файл дашборд то мы увидим практически все то же самое плюс много чего на самом деле когда у нас ставился дашборд использовался этот ямл файл то есть именно он является источником для установки здесь много всего интересного я это пропущу пока это кластер вот нас интересует диплоймент в принципе вот то что я вам показал при помощи куб стейл он вывел нам вот эту часть deployment ну плюс там некоторая служебная информация которая хранится случае запущенного установлен диплоймента служебная информация была добавлена но в общем-то диплоймент изначально вид выглядит вот так действительно мы видим что вот у нас был использован вот такой имидж дашборд значит дашборд битый дашборд битый соответственно нам нужно его удалить значит в принципе можно воспользоваться в принципе можно воспользоваться кубе стейл и здесь вместо get например написать delete да и интересующий нас деплоймент и действительно дашборд будет удален все дела все красиво все хорошо единственное что на самом деле здесь было установлено кроме самого диплоймента еще много разных сущностей прийти внимание это составной ямл файл яму файл вот этот вот символ означает что как бы разделение сущности до в ямле здесь на самом деле мы видим секрет и конфиг map и сервер аккаунт и роли роли биндинги всякие кластер роли и так далее и тому подобное все это мы здесь с вами наблюдаем и для того чтобы удалить полностью вот все что было установлено при помощи этого яму файла мы должны использовать именно вот этот ямл файл повторяюсь я не зря вас привел вот сюда в эту ректоре дц кубер нет ас почему потому что вот здесь есть яму файлы которые использовали для установки вот какие-то сущности наш кубер нас при начале допустим вы не хотите использовать корр днс вы поудаляете корр днс вы не хотите использовать какую-то не знаю там план или еще чем вы найдете здесь соответствующую информацию и соответственно удалите значит в нашем случае нам нужно удалить файл дашборд значит если вы используем яму файл мы явно указано что опция f дальше дэвид удалить нажимаем enter обрати внимание все вот эти сущности которые там были они были удалены если вдруг мы почему-то решим вернуть все обратно мы вместо слова the lead напишем apply и все установим обратно на самом деле видео рулить кубернациям очень легко то есть одна команда и сразу что понаделала красота какая давайте убедимся посмотрим наш namespace cube system get all смотрите в деплойментах у нас нет дашборда в списках нод нет дашборда то бишь дашборд мы сейчас удалили начну удалили биты дашборд теперь нам нужно найти дашборд который вы работал значит обращаемся google кубернациям дашборд так вот это вот ссылочка кубернациям аут да даже порт лясем трясем значит что это у нас здесь такое это рассказывается что это такое как он выглядит но собственно говоря с нас вот и рисует это деплоинг за дашборд ю и то есть как я говорил кубернациям apply для лято поля все дела то есть мы берем вот эту команду это дашборд версии 20 бета чего-то там берем вот эту команду просто копируем и применяем вот здесь то есть вот этот ямл файл который у нас сейчас локально был до дашборд на самом деле будет скобирован вот отсюда видите креет от 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 обратите пожалуйста внимание что первое что у нас идет в данном случае создается namespace то бишь данный дашборд ставится не в системный namespace а свой собственный допустим посмотрим смотрите видите я попросил показать какие namespace у нас есть и вот у нас появился namespace кубернет из дашборд нужно учитывать будет дальнейшем соответственно я могу посмотреть что у нас здесь есть что у нас здесь есть но обратите внимание у нас сам дашборд появился у нас deployment дашборда ну в общем они у нас ранен и работают правильно работает можно посмотреть describe конкретного кода прийти внимание к типу до имена до случае если мы используем сущность deployment то имена генерируются с такими забавными довесками мы можем посмотреть наш qctl describe помните команда describe подробная информация о ходе собственно говоря информация о ходе запущен какой у него внутренний айпи там внутри нашего кобернетуса так далее так далее так далее так контейнер докера какой у нас используется но такая по стопу по стопу информация порт на котором он сидит внутренний там но и тому подобное и в конце последние вот информация о том как он у нас видите скачал имидж добавил создал контейнер статану контейнер все красиво то есть мы получили информацию это не логи я хочу сказать сразу это не логи самого контейнера но мы с вами убедились что грубо говоря дашборд нас установлен значит если мы сейчас воспользуемся командой кластер инфо то дашборд мы здесь не увидим да вот так вот не увидим и все давайте посмотрим на вот эту строчку подробнее видите здесь api версия димм namespace ну во первых у нас уже идет неправильный namespace то бишь если мы будем обращаться к нашему дашборду мы должны обращаться вот по этому namespace у кубернет с дашборд то есть здесь мы уже должны явно поменять кубернет с дашборд ветер кубернет с дашборд и сделаем enter и вот тут начинаются интересные вещи дело в том что установка дашборда по умолчанию как вот рекомендуется на сайте кубернет с он собственно говоря не делает все то что делает куб спрей смотрите мы с вами получили ошибку надо бы так как увеличивается масштаб я уже забыл масштаб 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 не помню давайте увеличим масштаб до 150 смотрите вот мы получили сообщение об ошибке сервис кубернет с дашборд forbidden для пользователя систем анонимус он пользователь систем анонимус не может получить ресурс сервис прокси в api группе корень в namespace кубернет с дашборд ну короче правов у нас нет на это дело то есть мы с вами добавили как бы дашборд но мы не дали прав проблема заключается в том что анонимный пользователь то бишь если вы не в логин здесь кубернет с каким-либо образом анонимный пользователь не может получить доступ к данному дашбору и вот если мы посмотрим если мы посмотрим если мы посмотрим тот ямл файл который делал для нас куберспрей то в этом файлике мы кроме всего прочего обнаружим вот такие строчки crosshack for anonymous out through api прокси грубо говоря здесь делается кластер роль при помощи которой можно будет получить доступ к соответствующему api но обратите внимание здесь у нас куберсистом да нам здесь нужно будет подставить вот тот namespace который нам нужен то бишь мы говорим что нам вот нужно будет вот таким ресурсом вспоминаем да вот еще раз открою mozilla прямо вот здесь все это будет видно итак сервис http kubernetes дашборд смотрим ресурсный http kubernetes дашборд дальше смотрим ресурс сервис прокси смотрим что у нас здесь ресурс сервис прокси знакомая да вещь грубо говоря мы здесь указываем кластер роль роль на весь кластер мы мы говорим ресурсы мы говорим что можно делать get list watch update past и так далее а затем мы привязываем кластер роль под именем kubernetes dashboard anonymous это имя этой роли видите kubernetes дашборд anonymous мы привязываем к пользователю анонимус то есть грубо говоря мы пользователю system анонимус системная пользователь анонимус видите вот он system пользователя анонимус вот этому пользователю было запрещено подключаться мы этому пользователю систем анонимус присоедуем вот эту кластер роль то есть разрешаем доступ к этой фигне поскольку у нас это сделано не было у нас вот в том ямлики вот этих строчек нет мы можем с вами скопировать вот это идем домашнюю директорию сделаем не знаем там 1234 ямл файл не открою вим не хочу я хочу ямл файл и вот прямо вот это я скопировал единственное что напоминаю нам namespace нужен другой namespace нам нужен кубернет с дашборд вот я его скопировал и соответственно здесь namespace я здесь подставляю кубернет с дашборд сохраняю дальше qctl файл 123 яму все я создал кластер роль крастил роль винным то есть я создал роль в кластере и привязал эту роль к пользователю анонимус отлично сейчас я опять скопирую себе кэш так давайте попробуем сделать по новой я тут у нас красота то есть видите первый шаг мы сделали мы анонимусом смогли получить доступ вот к этому ресурсу то есть мы зашли и получили доступ теперь уже в этом ресурсе мы должны авторизироваться я вот тот токен который длинный здесь вел делаю сингтин сохраню все пускай будет и пожалуйста я нахожусь внутри нашего дашборда можно выбрать конкретный дашборд получить по нём информацию вот я здесь выбираем до namespace соответственно здесь можно посмотреть информации по каждому подробнее чуть подробнее чуть позже мы с с вами посмотрим что здесь можно делать